Всем привет! Сегодня хочу вам показать наборчик, который я получила с сайта Алиэкспресс. Это закладка. Там было несколько видов закладок, но я решила заказать пока одну, потому что я не знаю, какого качества этот набор, что входит в набор. В общем, взяла на пробу. Сегодня мы его с вами протестируем. И если вам понравится этот наборчик, я ссылочку оставлю под видео. На самом деле мне с Алиэкспресс пришло очень много товара за последнее время, в том числе и вот такой вот браслет, даже робот-пылесос, но об этом я рассказываю на канале Жили Были. Здесь я показываю товары для рукоделия, для вышивки. Еще у меня есть отдельный канал, который называется Ассорти. Там я занимаюсь в основном мыльными букетами. Это мыло ручной работы для тех, кто еще не видел. Хочу показать. Вот такие я букетики делаю. Они у меня разные абсолютно. И, в общем-то, в последнее время я заказываю много товаров для своих мыльных букетиков. В том числе мне пришли с Алиэкспресс силиконовые формы. Я покупаю формы дорогие. Вот такие профессиональные формы беру, силиконовые. Но в то же время решила заказать с Алиэкспресс формы, протестировать, посмотреть, какие там формочки. Лучше они или хуже. Их тоже пришло очень много. Буду показывать на своем канале Ассорти. Ну, а здесь мы с вами протестируем вот этот вот наборчик. Сейчас я его открою. Посмотрю, что входит в этот набор. Я не сильно в английском. Кто сможет, переведите. Cross Stitch Book Make. То есть это закладка для книг, которая вышивается крестом. Сейчас посмотрим, что входит. Вот такая канва в описании была написана. По-моему, пластиковая канва. Сейчас я уже точно не помню. Мне кажется, в описании там можно было, по-моему, выбрать тип канвы. И вроде там было заявлено, что пластиковая. Но на самом деле вот такая очень тонкая, мягкая канва. Но это не ткань. Она похожа на, может быть, это виниловая канва. Я первый раз вижу такую канву. У меня не было ни одного наборчика с такой канвой. Я сейчас вижу вот такую квадратную заготовку. В общем-то, закладка у нас длинненькая. Не знаю, почему здесь такой большой кусок канвы сейчас посмотрим, что входит. Вот такая вот кисть, кисточка. В общем, как вы видите, это будет вот такая закладка. И еще привязывается к ней кисточка. Там фотография была на сайте, и на сайте было видно. Вот сиреневого цвета кисточка. Вам сейчас передает, наверное, больше, как синий. Вот на самом деле сиреневого цвета. И преимущественно сиреневые нитки. Потому что здесь вот как раз вот такие вот красивые поля лавандовые сиреневого цвета. Качество ниток сейчас я вам не могу сказать. Я только открыла этот набор. Начну вышивать. Обязательно вам расскажу свои впечатления о нитках. Ниток очень много. Для такой маленькой закладки, мне кажется, здесь огромное количество ниток. Иголочка. Не знаю даже, почему столько много ниток. Так, на ощупь первые свои впечатления хочу сказать. В принципе, ниточки неплохие. Я не ощущаю большое количество синтетики. Но, во всяком случае, ничего такого ужасного. Вот так на первый взгляд в нитках я не вижу. Посмотрим, как они будут ложиться в крестиках. Немножечко есть запах краски вот от этой планшетки. Я заказывала отдельно вот такие же планшетки. И когда они были свеже напечатаны, немного был запах краски. И вот как раз от этой планшетки есть запах. Но сами нитки, они, в общем-то, неплохие. Правда, так нарезаны они не очень аккуратно. Все разные длины. Но, опять же, я думаю, что это не столь важно. Главное, чтобы ниточки в работе вели себя послушно. Чтобы крестики ложились ровненько. И сейчас посмотрим, какая здесь схема. Ну, понятно, пока это пришло все с Алиэкспресс, через нашу почту. Через нашу почту это просто не может прийти в непомятном виде. Это уже норма. Вот, поэтому на это я внимания не обращаю. Схемка вот такая простенькая, примитивная. Прям даже интересно, какой будет результат. И вот такой ключ. Ну, на самом деле, так вроде все прям очень-очень даже просто. Так, главное разобраться в ключе. Вот здесь вот указанное количество нитей. Я вижу, что все вышивается в две нити. В принципе, это нормально, потому что в последнее время я занимаюсь сейчас своим здоровьем. Мне совершенно некогда заморачиваться с вышивками. И как раз я хочу вышивать что-нибудь попроще. И вот как раз решила вышить вот такую небольшую закладочку. Так, это что? Номера ниток, наверное. Это номера на планшетках. А я думаю, это указаны номера нитей. Только каких нитей, непонятно. Я так думаю, что здесь указаны номера в нити ДМС. Скорее всего, что это ниточки СХС, потому что они полностью соответствуют ниткам ДМС. Вот здесь в ключе указаны ДМС. Но я не думаю, что это сами нитки ДМС. Нет, это не они. Ну, скорее всего, что ниточки СХС. Так, ну ладно, посмотрим, что в итоге получится. Я думаю, что рисунок не будет хуже, чем здесь. Хотя вот так все примитивно. Единственное, я думаю, зачем квадратный кусочек канвы. Достаточно было бы прямоугольный. Там в таком стиле было три закладочки. Мне, конечно же, понравились все три. Но на пробу взяла одну. Вдруг мне не понравится результат. Зачем мне три? Конечно же, я знатный хомяк. Не только в плане вышивки. Вот, как видите, я и помыльным букетиком теперь также хомячу. Но я предпочитаю хомячить хорошего качества материалы. То есть, если я уже их попробовала, то я буду ими запасаться. Если же я наборчик этот заказываю первый раз, то, естественно, я беру один. Сейчас я больше приобретаю товаров для своих мыльных букетиков. Вот, видите вы, всякие листочки, цветочки. Вот такая красотища. Но это мне нужно для работы. То есть, помимо хобби, нам еще нужно иногда зарабатывать деньги. И я решила попробовать себя вот в таком творчестве, как букетики из мыла ручной работы. Что из этого получится, все подробности расскажу на канале Ассортили. Допустим, если мы возьмем вот этот букет, девочки, здесь очень большие цветы. А здесь вес мыла большой. Вот, смотрите, моя рука, да, и посмотрите, какие крупные большие цветы. Я их делаю в крафт вот таких вот супницах. Ну, это сейчас модно. Но еще теперь у меня есть разные цветочные горшочки. Вот мне Тимур запенил. Все это стоит на подоконнике. Вот, в общем, нужно еще это все оформлять. Вот такие красивые белые горшочки. Ничего лишнего, никаких поддонов, нет дырочек. Вообще идеальный вариант для букета. Скромный, стильный горшочек. Мне заказали 4 букетика в одинаковых вот таких горшочках для того, чтобы красиво поставить в ванну. И я купила побольше. Еще парочку сделаю, чтобы были в наличии. И посмотрите, какие кружечки мы нашли. Вот такие пластмассовые кружечки. Они дешевые. Здесь будут маленькие букетики по 350 рублей. Это вообще такой бюджетный вариант. И еще есть керамические. Я нашла красивые керамические кружки. Сейчас не могу вам их показать. Подробно покажу на канале Ассорти. Вот там они у меня внизу запененные стоят. Горшки цветочные. Делаю кружечки для того, чтобы люди могли выбирать то, что им больше нравится. Мы с Василисой вышиваем. Что мы будем вышивать? Мяу. Мяу. Киску или куклу? Что будем вышивать? Бабу. Баба будет вышивать? Что баба будет вышивать? Мяу. Киску или куколку? Куколка у нас. Кукла Даша. Вот такая куколка. Мы ее будем вышивать. Да, мой зайка? Где у нас тут бусинки? Вот такие бусики. Будешь бабе помогать, да? Будешь бабе помогать? Как мы будем ниточку в иголочку вдевать? Чик-чик скажи, да? Как будем вдевать? Чик. Вот так, да? Здесь в наборе, кстати, есть иголочка. Набор от Дивной Вишни. И в наборе есть иголочка. А когда фирма Жар-Птица раньше выпускала наборы, там иголочки не было. Да здесь иголочка есть. Баба взяла с собой другие иголки, а здесь есть. Видишь? Так, как будем вышивать? Покажи, как баба вышивает. Одевать надо бусики, да? Да. Надо одевать бусики. Это маленькие бусики. Маленькие, да? Маленькие. Тебе нравятся бусики? Любишь бусики? Хочешь еще что-нибудь рассказать? Да. Что будем рассказывать? Что будем рассказывать? Куколку. Куколку? Про куколку расскажем? Да. Баба будет вышивать куклу. Куклу зовут Даша. А цветочки там есть? Василиса у нас любит куклы и цветочки. Втяг бабу. Вот у нее здесь цветочки. Посмотри. Посмотри, вот у нее здесь цветочки. И вот здесь у нее ягодки, вишенки. Видишь цветочки? Нет. Видишь, какие цветочки? Да. А какое платьице тебе нравится больше всего? Какое красивое платьице? Покажи, какое мы будем первое вышивать? Куклы. Кукли. Смотри, платьица какие. Вот, смотри. Вот платье. Вот платье. И вот, и вот кофточка. Что мы будем вышивать вперед? Какое платье будем вышивать вперед? Куклю. Куклю будем вышивать. Ай, это магнитики. Вот там на холодильнике у нас магнитики, да. А это будем куколки лепить. Куколку тоже можно на холодильник потом прилепить будет. Хочешь такую куколку? Да. Какое будем платье вышивать? Покажи, какое платье тебе нравится. Вот это здесь, да? Мы тетям снимаем, показываем. Покажи, какое платье нравится. Покажи, какое платье нравится. Вот эта кофточка нравится, да, больше всего? И вот эта нравится с цветочками, да? И эта нравится. И вот эта нравится. Тебе все нравится? Да. Да, все красивые? Тя-я-я. Вот у нас еще здесь красивый бразильский карнавал. Ах, карнавал, удивительный мир. Ах, карнавал, удивительный миг, где перемешан Париж и Памир. Да? Машляски. Машляски, Машляски. Покажи, что тут. Здесь ножнички, да? Это тетя подарила. Вот это тетя делала. Вот этот чехольчик тетя сшила. Видишь, какие здесь бусики красивые. А туда ножнички баба складывает. Тебе пока нельзя ножнички, иголочки? Вот ножнички вот такие. Баба пока прячет, не дает. Вот сюда складывает. Вот так баба. А там очки у бабы лежали, да? Здесь очки были. Баба пока вот это заберет, а ты играй. Вот тебе коробочку. Сюда вот складывай усики. Баба повышивает немножко? Можно баба повышивает? Да? Ну ладно. То нам некогда вышивать. Мы играем. Очки? Баба в очках. Смешная? Да. Я пришла домой. Вот он, девочки, мой дорожный процесс. Где у меня лежат ножнички, биндеры, нитевдеватель. И я с собой взяла иголки, потому что я не знала, какая иголка находится в комплекте. Но понятно, что с внучкой мне долго повышивать не удалось. Вот я сделала буквально несколько крестиков. Я начала вышивать куколку. Сначала мы начали с ней вышивать куколку. Но поскольку вот так держать неудобно, удобнее отрезать, но я побоялась отрезать. Думаю, вдруг мне не хватит на куколку. И начала вышивать платье. То есть сначала вышью вот здесь вот платье, потом отрежу. И дальше буду вышивать куколок. Потому что там показано на схеме, нужно вот так разместить все вот на этом вот кусочке. И неудобно вот сюда держать вот здесь руками канву и вот сюда дотягиваться. Ну, понятно, что с внучкой мы играли. Вот пока она была увлечена бусиками и коробочками, мне удалось сделать несколько крестиков. А потом мы достали посудку и начали печь куличи. Нам уже некогда было вышивать. Мы уже заняты были другой игрой. Дорожный процесс я складываю вот в такой икеевский зип-пакет. Марина мне присылала, спасибо большое. И вот так вот у меня все это лежит. Я этот пакетик беру с собой. Это у меня дорожный процесс. Кстати, дорожный процесс очень удобно без пялец носить с собой. Поэтому я всегда на пластиковой канве наборчики держу как дорожные процессы. Заодно хочу вам показать тыковки, которые я завершила, но еще не оформила. Это от МП-студия, от жар-птицы. Тыковка вот так. Нужно ее теперь сшивать. У меня огромное количество вышитых игрушек, которые нужно сшивать. Все никак не сниму видео. Ну, кто подписан на канал Жили-были, знают подробности, чем я занята. Мне сейчас, если честно, не до оформления. Я в перерывах между работой вышиваю, но заморачиваться особо у меня нет времени. Кстати, я хотела заморочиться и начать вышивать наборчик Милхилл на 8 марта. Вместе с вами в трансляции разбирала этот наборчик. И что из этого вышло, можете посмотреть в записи. Те, кто не смотрел, там получилась очень смешная хохма. В общем, прекрасно мы с девчонками провели 8 марта, весело. Но это как раз вот эта трансляция говорит о том, что мне сейчас некогда заниматься каким-то творчеством. Мне просто хочется монотонно вышивать, потому что я сильно устаю. И когда хочется отдохнуть, мне не хочется заморачиваться, потому что мой мозг уже отказывается соображать. Главное, чтобы он у меня не отказывался соображать во время работы моей. Когда уже перееду, там уже, может быть, как-то буду посвободнее. Хотя, не знаю, не знаю. На новом месте надо будет обустраиваться, привыкать к новой квартире. Там тоже как-то творческий процесс идет плохо. Монотонная вышивка идет хорошо. А вот такие вот какие-то оформления, новые процессы, это все идет очень медленно. И всегда я ошибаюсь, какие-то допускаю ошибки. Поэтому лучше сейчас не рисковать, ничего нового не начинать, никакие видео информативные не снимать. Несмотря на то, что ничего нового, интересного, информативного я не снимаю, это не говорит о том, что мои старые процессы стоят. Нет, они продвигаются. Посмотрите, насколько я продвинулась в этом наборе золотое руно. Это эсмеральда. Вот так было вышито. И посмотрите, сколько я вышила. Мне очень было интересно посмотреть, как получится лицо. Так, наверное, придется снять пяльцы. Я только перепялила. Ну, ладно, чтобы уже вам поподробнее показать. Но все равно мятые, конечно, вышиваю на пяльцах. Подробнее вы посмотрите, наверное, уже потом в готовой работе, когда я все постираю, отглажу. Ну, в общем, проработка лица у золотого руно обалденная. Причем здесь используется не так много цветов. Вот, но проработка обалденная. Вообще, обожаю наборы золотое руно. На 16-й конве вышиваю. Очень нравится. Девочки, я в восторге. И никаких заморочек. Все шпаришь крестом в две нити. Вот, на планшетках все разобрано. Несмотря на то, что очень много цветов. Практически не путаюсь. Все значки понятны и различимы. Ну, в общем, вот такая красотища у меня получается. Так что, вот, с одной стороны, вроде как, не хочется заморачиваться с какими-то новыми процессами и с какими-то сложностями. Но вот эти процессы у меня очень хорошо продвигаются. И еще на этой неделе очень большое у меня достижение. Я, наконец-таки, завершила икону от образа в каменях Серафим Саровский. Вот, я так сказала, наконец-таки. Можно подумать, я ее целую вечность вышивала. Нет, я вышила очень быстро. Меньше, чем за месяц. Несмотря на то, что еще параллельно у меня был вот этот процесс эсмиральда. Вот, девочки, работа моя. Не удивляйтесь, что она вот так повернута. Дело в том, что рама у меня 40 на 60 сантиметров. И когда я натянула обычным способом, у меня вот здесь сбоку получилось очень большое пространство. У меня нет меньше рамы. Вот, и вот эта натяжка боковая, это от Алины у меня натяжка. Вот, ее не хватало. Вот, было неудобно. Тканюшка здесь очень-очень тоненькая. Ну и когда я вышла по низу, я поняла, что до верха мне тянуться сложно. Тем более, что ниточка постоянно цеплялась за эти крупные хрустальные бусины и рвалась. И потом еще здесь трунцал пришит и конетель. Вот, тоже за нее, если ниточка зацепится, то все. Можно выбрасывать, отпарывать. В общем, нужно очень осторожно вышивать, когда уже у вас часть работы вышита. Ну, в общем, я вышила по низу, потом перевернула работу. Опять вышила по низу и опять перевернула. Ну, в общем, в итоге вот так у меня получилось. Я уже завершала работу вот в таком виде. Работу буду оформлять под музейное стекло. Когда оформлю, я, конечно же, покажу вам нормально. Не вот так вот все боком. А вот сейчас, вот видите, это все на раме. Только-только я завершила. И вот такая красота у меня получилась. Я вот сейчас раму немножечко поворачиваю для того, чтобы вы видели, как переливаются эти бусины. Ну, просто обалденный эффект. На фото и видео, конечно же, этот эффект передать невозможно. Ну, вот такая получилась красота. На предыдущем видео, где я показывала продвижение, мне писали, что я сильно растягиваю. Трунцал, девочки, я практически его не растягивала. Когда вы смотрите фото и видео, особенно бисер, либо блестящие вот такие вот элементы, то вполне возможны блики и, может быть, возникает такой эффект. Смотрите, вот трунцал. Сейчас я достану, и трунцал достану, и конетель достану. Вот, допустим, вот конетель, да, она такая мелкая и плотная. Вот трунцал, он такой покрупнее. И посмотрите, вот он не растянут, но он сам по себе смотрится, как пружинка. То есть вот это смотрится, как тесьма, да, вот, а вот этот смотрится, как пружинка. И несмотря на то, что я практически его не растягивала, смотрите, сколько осталось. То есть в наборе было его достаточно много. Его нужно вот так чуть-чуть потянуть, чуть-чуть, но я практически не растягивала. Я когда начала, вот, я вроде пыталась чуть-чуть подтянуть, вот, но потом мне не очень нравилось, как он ложится. Вот, и я его перестала уже растягивать. Вот, в принципе, эффект очень красивый, я только боялась, что у меня его не хватит. Но, как оказалось, очень много с запасом, его хватает. Я вам говорила, что у меня не очень хорошо получается, не очень ровно он ложится. Но это было прям в самом-самом начале, как только я начала. Но потом уже дальше, вот, как видите, все уже ровненько. Сейчас попробую увеличить. Но, опять же, из-за того, что бликует, возможно, будет плохо видно. Вот, видите, здесь практически не видно. Вот, я спросила у зрительницы, в каком месте растянут. Она сказала, что вот здесь, где дуги. Ну, вот, дуга, совершенно ничего не растянуто. Но, опять же, бликует, плохо видно. Вот, вы знаете, в чем была сложность пришивания трунцала и конители? Когда пришивается самый краешек и выводится игла наизнанку, бывает, что вот этот краешек трунцала прокалывает основу и выходит наизнанку. Это просто кошмар. Если он туда выйдет, мало того, что нитка рвется, можно порвать основу. Основа очень-очень тонкая. Это такой тонкий шелк. Вот, и даже у меня было, что я потянула, и кончик трунцала зацепился за ткань. И вот здесь вот получилась как затяжка. Такая вот затяжка. Вам, конечно же, ее плохо видно. Ее только видно, когда макро очень близкое увеличение. Но это было в самом-самом начале. Я никак не могла приспособиться к вышивке. И вот получилось. Вот, я, знаете, очень расстроилась. И, конечно же, ну, это не бросается в глаза. Я думаю, что вот я об этом знаю. А так, в принципе, особо в глаза не бросается. Но те, кто вышивает вот эти наборы от образа в каменях, первый раз, кто вышивает, будьте осторожны. Если что-то где-то зацепилось, не пытайтесь это как-то потянуть. Вот, лучше отрезать нитку, распустить и начать вышивать заново. Вот, вот эти как раз кончики трунцала и конители, это же металл, такой тоненький металл. И вот эти вот прям самые-самые кончики. Бывает, что их закрепляешь, и наизнанку они туда протаскиваются и цепляют тканюшку. Вообще, конечно, очень тонкая ткань. Очень тонкая. Я не знаю, если бы она была потолще, как бы это смотрелось. И, мало того, она очень тяжелая. Мне вот кажется, что я сейчас ее сниму, и она вся просто съежится, потому что она тонкая. Хотя сейчас мы вместе с вами попробуем это сделать. Ну что, очень такая тяжелая, увесистая работа. Но я думала, что она вся съежится, потому что мне казалось, что я очень сильно стягиваю. Я думала, что когда растянута, то нормально, а когда я ее сниму, она вся съежится. Но нет, в принципе, все нормально. В две нити вышивала. Ну, изнанку не буду показывать, потому что кое-где вот так вот нитки все-таки путались. Вышивала нитками Титан 100. Но поскольку вот эти хрустальные бусины перерезают нити, если что-то где-то там запутывалось, я старалась это не распутывать, если не получается. Либо отрезала, вышивала заново. Ну, в общем, тонкая ткань. Туда-сюда распускать я не рекомендую. Потому что прям очень тоненький шелк. Вот. И можно испортить работу. Лучше не заморачиваться по поводу изнанки. Вот кое-где прям она идеальна. Но иногда кое-где вот запутывались, допустим, вот. Видите, петля. Я прям так ее оставляла, отрезала нитку и заново пришивала предыдущие бусины и шла дальше. Вот. Потому что я вначале пыталась исправить. И вот у меня там кое-где кусочки трунцала выходили наружу. Вот. Видите, маленький кусочек трунцала, который вышел наружу. Вот. И вот как раз в такие моменты делаются затяжки на ткани. Ну, в общем, лучше не рисковать. Но, в общем и целом, работа шикарная получилась. Я очень довольна. Мне очень понравилась фирма Образа в каменях. Ну, конечно же, это очень дорого. И спасибо девчонкам, которые мне на 50 лет подарили вот такой вот шикарный набор. Вот. Не знаю, сама вряд ли бы я его купила. Но это просто обалденная красота, девочки. И оформлять, я думаю, эту работу нужно достойно. Обязательно в музейное стекло. Ну, собственно, в ближайшее время я постараюсь оформить. Ну, и сейчас покажу, что еще я планирую вышивать. Поскольку я еще ни разу не вышивала наборчики Милхилл. Вот. У меня есть от Милхилл вот такая вот кошечка. Кошечки. Вернее, их тут много. Тыковка. Ну, в общем, мне это напоминает огород. Может быть, кому-то это напоминает Хэллоуин. Мне это напоминает огород. Но вышивать я буду не этот набор. Мы в трансляции с вами смотрели эти наборчики. И я выбрала другой. Для человека, который первый раз вышивает Милхилл, оказалось невероятно сложно разобрать все это по цветам. Особенно, когда плохо знаешь английский язык. Или если у вас нет карты цветов бисера Милхилл, нужно это переводить. И там оказалось написано светло-голубой, средне-голубой, темно-голубой, сапфир. Еще нужно вспоминать цвета камней. Ну, в общем, для меня показалось это сложно. Мне больше нравится, когда все разобрано. Но общими усилиями с моими зрителями мы все разобрали вот так по цветам. Вот, все перевели. Если вы первый раз вышиваете Милхилл, то посмотрите трансляцию мою в двух частях. Каждые почти по два часа. Ну, там, знаете, трансляция и смех и грех называется. Вот. Мы там посмеялись очень хорошо с девчонками. Повеселились, провели прекрасно 8 марта. И в конечном итоге все-таки разобрались. И если вы еще ни разу не вышивали наборы Милхилл, посмотрите эту трансляцию. Даже если вышивали и хотите повеселиться, посмеяться, посмотрите трансляцию. Она получилась невероятно веселая. С Милхиллом я не тороплюсь. Главное, что я разобралась, что к чему здесь. Вот. Ну, что бы мне хотелось повышивать в ближайшее время. У меня есть вот такие красивые пасхальные банты с уже подобранным бисером. С сайта иголочка.com.ua У меня есть видео об этой посылочке. И вот эти вот банты очень хотелось бы вышить. Большие планы я не строю на этот год. Вот только на ближайшее время. Ну, потому что не получается вышивать равномерно. У меня получается то густо, то пусто. Вот. Поэтому никакие особенные планы я никогда не строю. Вот. Ну, хотя бы, может быть, получится вышить вот эти банты как раз к празднику. У меня чаще всего получается после праздника вышивать. Вот такие букетики мыльные я делаю к 8 марта. Подробности обещала показать на канале Ассорти. Но 8 марта пора горячая. И видео снимать просто нет времени. Вот такой еще большой красивый букет. Упакован в зип-пакетах, чтобы не пылилось. Ну, и все-таки у меня животные, чтобы никакие там волосинки не попадались. Вот. И чтобы запах не выветривался, я вот такие большие зип-пакеты упаковываю. А вот такая получается у меня красота. Букетиков много я наделала. Вот такой в стиле Прованс. Видите, какой красивый. Вот на такой подставке такая ваза. Вот эти у меня стоят в шкафчике. Пока еще не упакованы. Надо упаковывать. В общем, вот такая вот у меня красота. Красный с маками. Здесь такие белокрасные цветы. Маленькие вот такие вот кружечки делаю. В общем, это мой приработок. Подработка. Я еще снимала ролики на садово-огородный канал. Солнечный цветок. Вот сколько насажала рассады. Ссылки на все мои каналы есть под каждым моим видео. Здрасте, Ричик. Тебя не хватало. Привет. Проверил рассаду? На месте все? Ну, и в завершении своей вышивальной недели хочу показать наборчик, с которого я начала эту вышивальную неделю. Это вот такая закладка. Вышивается на виниловой конве. В целях экономии я начала вышивать ближе к краю. Почему не начала вышивать в центре? Потому что думала, хватит на две закладки, пригодится мне эта виниловая конва. Но, как оказалось, эту виниловую конву сложно держать в руках, потому что она мягкая. Пришлось ее запялить в маленькие пяльца, но она очень сложно запяливается. Видите, она вся мнется, гнется. Ну, в общем, сейчас я вам вытащу и покажу. Вот, видите, да, она такая. Мне не очень это понравилось. Потому что на этих заломах-то потом тоже надо вышивать. Но держать вот так в руках и вышивать мне почему-то было сложно. Вот. Если бы я еще начала с этого края вышивать, может легче. Вот. Но поскольку запяливать теперь неудобно, если бы вышивка была в центре, то удобно было бы запяливать. А поскольку она с краю, запяливать неудобно. Я сначала вот так рулончиком скрутила и начала вышивать. Ну, не знаю, почему мне было неудобно так. Хотя, может, не знаю, может попробовать еще повышивать так. Но у меня вот эту руку аж с удорогой сводила, когда я вот так держу маленький кусочек. Если он большой кусок, то держать удобно. Маленький неудобно. Вот такой красивый у меня еще есть магнитик в тему. Прованс. Вот. Ну, в общем, вот что получается. В принципе, давайте сравним, что получается. Мне почему-то кажется, что это другой рисунок. Я не знаю. Дело в том, что этих закладок несколько. Я выбрала одну из них. Давайте посмотрим на домик. И давайте посмотрим на этот домик. Видите, что они разные? То есть, превью с одной картинки, а схема с другой картинки. А вот мне теперь интересно, нитки-то с какой картинки мне положили. Вот. Я не сразу это заметила. В общем, пока я вышивала, я вообще это не заметила. А потом вот такая у меня ерунда получилась. И знаете, что я подумала даже? Я сначала даже подумала, а может быть, мне положили все три варианта. Здесь очень много ниток. И вот таких рисунков там было три заявлено. Я выбрала один из них. Потом я обрадовалась и думаю, вот такая большая канва, наверное, рассчитана на три закладки. Потом смотрю, нет, три тут не умещаются. И потом думаю, если бы рассчитано было на три, а схема-то у меня одна. В общем, получается так, что превью у меня от одного набора, схема от другого, а не знаю нитки откуда. Еще вот такая кисточка. Но там все три, в принципе, были симпатичные. Все три симпатичные. Но вот это мне нравилось больше, потому что здесь вот поле на переднем плане. Мне это больше нравилось. Но вот так вот перепутали и положили другую схемку. Ну, главное, чтобы теперь нитки совпадали. Потому что я когда обнаружила вот это несовпадение, я думаю, ну, это интересно, а нитки-то из какого набора? Ну, может быть, там одинаковые значки на всех трех. В общем, теперь в итоге я не знаю, что получится. Не знаю, может, получится какая-то ерунда. Но у меня пропало желание вышивать. Хотя, конечно же, я вышью. Просто ради любопытства даже вышью. Конва очень мелкая. Конва мелкая. 18-я. Хотя я, по-моему, выбирала 16-ю. Но написано, здесь где-то было написано, что 18-я. Мне на 18-й мелко, конечно же, вышивать. А еще, если увидела я, что другой рисунок, вот, как-то пропало желание вышивать. Ну, ничего, пока отложу. Когда желание появится, тогда продолжу. Я хотела вам оставить ссылку на этот наборчик. Теперь не знаю, оставлять или не оставлять. Может, это единичный случай. А может быть, это будет массово. Не знаю. Давайте, когда завершу, тогда ссылку дам. Ну, если уж кому-то очень интересно, пишите в комментариях тогда ссылочку с хину. В принципе, нитки неплохие. И схемка удобная. Мне все понравилось. Вот все понравилось. Единственное, что там перепутана схема. Должна быть другая схема в наборе. Все, на этом заканчиваю вышивальную неделю. Всем до свидания. Не забывайте лайки. Большое спасибо за просмотр. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok